Серик Байбаметович всю жизнь прожил в Казахстане, 20 лет из которых посвятил работе на космодроме Байконур. Активное прошлое не дает пенсионеру сидеть спокойно, поэтому он обратился к специалистам центра занятости. Надеется, что найдет подходящую работу, которая принесет пользу нефтекамску. Кстати, в наш город бывший житель Казахстана приехал только в прошлом году и уже обустроился на новом месте. Ровно 20 лет я проработал, потом вышел на пенсию, еще после, ну 21 можно считать, проработал на Байконуре. Ну потом дали сертификат на работе, вышел на пенсию, сертификат дали, куда ехать. Сам-то я детдомовский, как говорится, жена отсюда, Краснокамского района. Решили сюда переехать. Не отдыхается, дома не могу, еще в расцвете сил могу работать. Таких активных пенсионеров, как Серик Байбаймета, в нашем городе немало. Более 10 тысяч пожилых людей продолжают трудиться на предприятиях и организациях Нефтекамска. А тем, кто хотел бы работать, но не знает о имеющихся вакансиях, в среду в филармонии специалисты Центра занятости предоставили информацию о наличии рабочих мест для пенсионеров. Кстати, здесь можно было задать вопросы представителям соцзащиты, пенсионного фонда и студентам из юридической клиники филиала Башгосуниверситета. Очень много граждан именно пенсионного возраста обращаются к нам по различным видам вопросов. То есть это и семейные, семейные правоотношения, жилищные, трудовые, в сфере пенсионного обеспечения. И мы как раз таки оказываем им различные виды помощи, как раз таки представляем им юридическую консультацию. Все это у нас проходит бесплатно. К тому же они могут непосредственно обратиться к нам в наш университет. На мероприятии в честь Дня пожилых людей филармонии для пенсионеров развернули свою работу и торговые точки. Здесь предлагали приобрести выпечку и другие товары с праздничной скидкой 30%. А активисты из Нефтекамской епархии накрыли для виновников торжества столы для чаепития. По благословению Преосвященнейшего Владыки Амросия, епископа Нефтекамского и Бирского, отделами социальной благотворительности и молодежного отдела Нефтекамская епархия проводит акцию в рамках проекта «Твори добро». Было решено угостить чаем. И также мы хотим частичку тепла, пришли поздравить и преподнести всем пожилым лицам по цветку. Кульминацией Дня пожилых людей стал концерт, подготовленный молодыми артистами. Со сцены звучали слова признательности поколению, которое построило наш город. И только самые хорошие пожелания. Пенсионеры смогли вдоволь пообщаться с друзьями и знакомыми и разнообразить свои будни. Сегодня в нашем городе из 136 тысяч жителей, 35 тысяч жителей пенсионного возраста. Среди них есть и пенсионеры с маленьким стажем, новоиспеченные так называемые. Но есть и люди, которые стояли у истоков города, строили наш город, строили наше производство, развивали нашу экономику. За что мы всем им благодарны. Мы помним их труд, учитываем их мнение. И, пользуясь случаем, я желаю всем ветеранам нашего города здоровья, чтобы поменьше их жизненные болячки мучили. Мы их всегда уважаем, мы их всегда будем слушать, их полезный опыт будем перенимать. Поздравили своих бывших коллег и на предприятиях города. Во многих организациях прошли чаепитие и чествование ветеранов производства. Это значит, что старшее поколение не забыто, оно у нас в почете и уважении. Лилия Ахметова, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».